что миша привет начинаем продолжать скорее уже продолжаем заканчивать вот смотрю еще как оно выглядит в оригинале эти фотки которые ты мне выслал вот ну что ж приступим осталось уже немножко что было все понятно да ну вот в этом и сделали вот здесь мы вот подрезали вот посадили вот сюда все значит теперь нужно сбить эти грани эти фасочки но он как будто здесь подрезан здесь немножко уже сделал грань снял здесь еще нет здесь оставлено немного площади которые нужно подрезать это мы будем делать в таком такой последовательности подбираем резец вот очень аккуратно подрезаем взять более плоский и так чуть-чуть вот этот резец будет наиболее подходящим это у нас это у нас радиус 15 17 миллиметров нет снизу это радиус 15 12 миллиметров ширину ну и можно еще как мы видим уже можно еще посадить глубже аккуратно видим когда посаживаем глубже сразу видно что нужно еще заколоть берем стамесочку берем стамесочку еще по по этому следу закалываем закалываем стамески используем практически те же самые что и закалываем в первый раз может если что-то нужно изменить тогда можешь не бояться и изменять видим нужно вот так еще подрезать подрезать тут немножко глубже работает все та же стамеска 12 миллиметров шириной и 17 и радиус не 12 миллиметров шириной и 15 и радиус ну и тут той же зубчик вот так подрезаем этой же стамеской и потом можем наметить себе вот вот он он как правило это более-менее как правило делается подрезец вот это это то или не то подбираем вот это будет в самый раз пробуем есть раз есть два это у нас это 9 миллиметров в ширину и восьмой радиус ну почищаем мы этими же стамесочками маленькими в моем случае это самодельные вот зачищаем видим что мы видим мы видим немного мусора там тогда берем смотрим где еще нужно закалывать вот видно вот здесь этот зубчик уже закалывать достаточно может еще чуть-чуть вот этот момент нужно немного еще заколоть подбираем нашу стамеску которая и шла по ходу дела и не сильно нажимаем при закалывании где-то так пока достаточно что мы видим и видим что еще нужно закалывать немножко и и тогда уже идет подрезка здесь я уже беру эту самую 9 стамеску с радиусом 8 так же самое здесь вот рисунки у нас еще идет здесь еще идет здесь у нас закалывается это еще подсаживается глубже вот и тут такая лямбочка немножко подрезает подрезается вот ну что ж приступим приступим сюда нужно сюда нужно использовать простую стулярную стамеску вот вот немножко намечаю вижу что она немного большая да беру поменьше стамеску столярную это у нас будет 7 миллиметров вот вот она уже будет то что надо вот так здесь здесь немножко надо объединить вот и это все дело нужно присадить вот как будто сюда так какой лучше взять ну может как раз как раз и взять эту столярную стамеску и аккуратненько контролируя и рез стамески и саму заготовку в идеале было бы хорошо ее закрепить или сделать или сделать упор понадежней ну как видишь я справляюсь этим методом если если учуешь что нужно еще дополнительные упоры то без проблем делай вот подправляю я рисунок вот так сейчас пойду возьму щеточку так ну вот взял щеточку и немножко смел пыль ну что ж видим что нужно вот сюда перебираться тот же самый принцип все повторяется я не буду повторяться какие стамески проверят это все это все это все поочередно идет вот аккуратно закалываю дальше что все Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь нужно быть осторожным, чтобы не отломать вот этот... Кончик зубчика... Как видишь... Закалывание идет постоянно... Нельзя так, чтобы сразу заколол, подрезал и все было чики-пики... Это у нас... Это может быть, но только не в этом случае... Так как это резьба по круглоточенной форме... Это немного сложнее... Нужно несколько приемов... Делать это... Идет... Заколка-подрезка... Заколка-подрезка... Никуда от этого не денешься... Поспешишь... Отломаешь что-нибудь... Сразу видно, где нужно еще... Подрезать глубже... Вот... Вот так... Шаг за шагом... У нас получается... Резьба... 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 Все делаю... Девяткой, радиус 8. Вот здесь будет немного по-другому сделано как в оригинале, а здесь я уже сделаю как в оригинале. Сразу же заколю. Сюда. Сюда. Сразу же. Так. Вот так и сразу можно еще раз легонько заколоть, так как оно будет еще глубже. Этой же стамеской можно сразу снять вот этот напряг кончиком. Вот и сразу подрезать зубчики. На первом этапе достаточно одной этой стамески. Видим. Отошло здесь. Здесь нужно подклеить. Аккуратно еще срежу. Вот так. Вот еще раз берем. И немножко подсаживаю плавным таким движением с нуля и глубже. Здесь идет стамеска. Вот так. Подвиньтесь. Стамески. Как видишь, такой вариант тоже имеет право на существование. Вот. Может даже и лучше. Так. Ну это на любителя. Да. Здесь снова тоже зубчик. зубчик. Вот. Сразу его сделаем. Вот. Легким движением руки и надфилька. зубчиком. Вот. 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 Здесь есть еще один такой момент. Хочу упомянуть его. Это касается... Это все хорошо. Мы режем. Все-все. Вот. Разметили, режем. Нужно... Эээээ... ТАХА.